В рамках предсезонного лагеря «Желто-синие» провели первый товарищеский матч против дебютанта ВХЛ клуба «Юнисон» из Москвы. В представленном составе много новичков, но и хорошо знакомых болельщикам «Желто-синих» фамилий тоже хватает. Это и Ткаченко, и Кожевников, Соколов, Хайрулин и другие. Главный разрыв шаблона – это наш многолетний капитан Олег Губин, который в этом сезоне будет не на льду, а на тренерской скамейке вместе с новым главным тренером Егором Башкатовым. В первом периоде «Желто-синие» смогли провести результативную атаку. Сергей Лукьянцев обманул защитника и вышел один в один с галкипером гостей. Второй период оказался безголевым, но в третьем «Воскресенцы» на верстале Кирилл Кондоров бросает в створ. Галкипер «Юнисона» видел бросок, но справиться с ним не смог. Тут же Иван Гаврилов ловит оборону «Юнисона» на непростительные ошибки и отправляет третью шайбу в ворота гостей. «Воскресенцы» получают возможность сыграть в большинстве 5 на 3, и красивую комбинацию завершает Никита Соколов. И все же под конец основного времени гости смогли уйти от поражения в сухую, реализовав уже свое большинство. Команды отработали пятиминутку в формате овертайма 3 на 3, где никто забросить так и не смог, и провели серию буллитов по 5 бросков. Тут гости праздновали успех, реализовав два броска. «Воскресенцам» над этим компонентом предстоит поработать ни одной шайбы, желто-синие забить не смогли. Ну а нам удалось поговорить с новым главным тренером «Воскресенской дружины» Егором Башкатовым. Егор Вячеславович дал оценку в сегодняшней игре. Оценка очень хорошая, я рад победе, выиграть всегда приятно. Также очень порадовало содержание игры, все, над чем мы работаем на тренировках, ребята стараются выполнять. Очень много опасных моментов было создано нами, то есть наш атакующий стиль он виден. Ну а те ошибки, которые мы делаем, это как бы издержки и системы, и тактики. И возможно еще мало играли, поэтому все это будет еще улучшаться. А то, что выдался результативным только третий период, это как раз причина того, что мало еще играли? Мне кажется, моментов было много и в первом периоде, где-то второй период был смазан вот этими удалениями, там преимущество соперник забрал. А вот в третьем, когда удаления перестали мы зарабатывать, получать, тогда счет как бы увеличился. Играли три на пять сегодня команду, и мы три на пять, и соперник играл три на пять. Наверное, еще не успели отрабатывать, вот большое имущество. Три на пять нет, но полагаемся на ребят, не первый год играют многие, поэтому у них есть наработки. И главное, игровое мышление, которое он позволяет реализовывать моменты. Очевидно, что состав еще далек от окончательного, тем не менее, работа ведется активно. Каждый имеет шанс закрепиться в основе. Сейчас предсезонка идет и в головном клубе «Спартаке». Часть ребят могут оказаться в воскресенске. Какой стиль игры ждать от команды в новом сезоне? Атакующий, мы заточены на атаку, надеюсь, будем много забивать. Что касается состава, сейчас в каком этапе идет формирование? Все ребята, которые у нас есть сегодня, сыграли. У нас 24 человека тренировалось, 24 человека сыграло. Мы играем те, кто здесь находится в расположении команды. Что будет дальше, я не могу сказать. Егор Башкатов рассказал, как адаптируются в новом городе и команде. Особенно его впечатлили воскресенские болельщики. Я хочу поблагодарить болельщиков, что такое количество пришло на матч предсезонки. Я очень рад их видеть и здорово, что мы их порадовали победой. Ходите на хоккей, получайте удовольствие, радуйте нас своими эмоциями. Мы играем для вас. Денис Нитков, Новости Искровектора.